Продолжение следует... Продолжение следует... Так, сидит какая-то дылда, смотрите, блядь, если она встанет, она головой в потолок упрёт. Да, Сара, ты меня помнишь? Таки последний раз, когда мы встречались на твоем последнем дне рождения, скоро после этого произошла крупная ссора в семье, и папа больше не разговаривали. Я и папа. Твой папа должен мне денег, Сара не могла бы ты их вернуть. Дело в том, что, будучи у вас в гостях, я оставил у вас шапочку. Эту шапочку срезала мне баба Клара. Эта шапочка передаётся в нашей семье из года в год, и, несмотря на то, что её порядочно поела морю, мы не покупаем новую. Так я не могу исправить того, что ваш папа жуткий подлец и обманщик, но я не хотел навредить тебе, поэтому я назначил тебя единственной наследницей моего имущества. Я переродаю тебе в наследство все мои долги, закаточные игры и тотализатор, а также мой старый загородный сарай. Прилагаю ключ ко второму письму. Ты найдёшь ключ от входной двери в старой вазе, в которой я храню все ключи, естественно. Я надеюсь, что смогу показать тебе то, что, несмотря на всё, что произошло, я всегда заботился о нашей семье. Я всегда давал в долг, когда у меня просили и не врал за это процентов. Желайте долгой счастливой жизни, надеюсь, тебе понравится моё старое поместье. Твой дядя Мойша. Сменивший именно Архтух. Который, видимо, работает на... Работает на углях и силе воли кочегаров. Блин, действие происходит в прошлом столетии. Вот, типа, движок козыряет графикой. Но это не прошлый год, это год 2010, по-моему. Сейчас камера чуть не уебалась об сосну, поэтому переключили на следующего оператора. Едет... Поезд едет, субтитры показывают. Всё нормально, всё по плану. Звучит какая-то... Звучит какая-то колесная музыка. Грустный колокольчик, я буду так её называть. Ну, мы видим, что это обычный российский вагон, в котором заколочены, к чёртовой матери, все окна, дабы их на ходу не открывали. Точнее, форточек здесь даже и нету, я не знаю, чём. Предполагается дышать в этом вагоне. Скамеек тоже нету, обратите внимание, он вообще пустой, блядь. Наверное, это вагон, в котором ездят исключительно стоя. Но а в каком вагоне ещё могла поехать Евейка Сара? Только в самом-самом эконом-классе. Раньше в нём ездили негры, теперь ездит Сара. А нет, вот, смотрите, у неё... Там с одного бока есть сиденье, а со второго проход. Какой странный поезд. А, ну у них же на западе, да. Только у нас догадались, блядь, сидушки по краям растопыривать, а у них и поезда, походу, поуже. Добро пожаловать в Obscuritus, наверное, так, да, называется? Obscuritus. Obscuritus называется эта игра. Так, 40 фпс, ну это понятно. Вообще шикарно, сразу её на рукожопой делали. А здесь, блядь, вообще аномальная зона. 20 фпс, ебануться. Чёрт, узнаю, блядь, руку профессионалов из Abdrissian Games. Я думаю, они... О, уточки крякают. А, селезни. И сомы, смотрите, сейчас сом утку сожрёт. Смотри, 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 в натуре, нет. Я думал, рыба за уткой охотится. Нет, ничего подобного, просто плавают. 23 фпс. Стрелять, колотить, блядь, а? Какие там требования у этой игры? NVIDIA TITAN? А лучше два, наверное. Да, блядь, не умеешь, не берись. Есть движок Source, делайте на нём. Там хуеву запоришь. Так, ну, мы видим, что дядя Мойша, естественно, в наследство мог оставить только старый сарай. Блядь, я унаследовал замок Дракула. Подбирать или использовать предметы. Ей или левая кнопка мыши. Так и шо это только что здесь прошелестело? Какие стрёмные здесь деревья. Нет, этот дом определённо мне не по карману. Я ухожу. Вау, прыжки в этой игре такие, как будто здесь притяжение повышенное. Пустите в меня, это моя квартира. Блядь, почему же дядя Мойша не оставил мне двушку в Москве? На кой чёх мне этот сарай в лесу? Да, чё он там написал в старой вазе ключ? Возможно, дядя Мойша просто дурак и у него шутки не смешные, потому что и пока что я ключа ни в какой вазе не вижу. Вообще, дядя Мойша, видимо, любил... Ебать, что это было? Тут чё, блядь, птеродактиль и звездос? Блядь, гнездос? Гнездос, Вилли? Ха, звездос гнили, хотел сказать, а прикольно. О, а вон она, женщина с сиськами, которая единственной рукой прикрывает пилотку. Видимо, правой рукой она до этого сиськи прикрывала, но решили, блядь, рукой отколоть, чтобы посмотреть на это низкополигональное великолепие. Да, люблю вот такие, когда... Хуй такие сейчас найдёшь, блядь. Сейчас что-то вообще, блядь, я не знаю. Блядь, там кто-то в ветках, кто-то живёт в этих ветках. А это какая-то баба стрёмная уже. Она одетая. Она одетая и показывает рукой на ту бабёнку, которая фуражку чешет. Статуя называется Мондовошки. Зураб Церетели, блядь. Ну чё, где ключ-то, ёпта, дядя? Дядя Артур, ты не охуел? О, топор, вооружаемся, вооружаемся. Это ж хоррор. Первым делом, когда вы оказываетесь в непонятной ситуации, надо вооружаться топором или хотя бы ножкой от стула. Блядь, тут темно, просто пиздецки. Тут в тени реально ничего не видно. Какая-то непонятная конструкция вокруг дерева. Это чар дерева, наверное. Дядя Артур Старк. Блядь, лагает, ёптвою мать. Ну всё, это последняя. Ага, вот она. Вот он, ключ моей мечты. Дядя Мойша спрятал его в самую, сука, дальнюю вазу. Вот петух. Тут тоже какая-то статуя. То ли мать Тереза, то ли хер узнает. Он остается в темноте. И сама из чёрного мрамора просто невозможно рассмотреть, что это такое. Вообще, на эту статую можно было бы пофапать, если бы был 95-й год. Тогда самая порнуха была, разве что, в Дюки-Ньюки-Ме. О, блядь, разве тут было вот это дерево? Смотрите, дерево рогач. Мне кажется, по обезьяны какие-то, блядь, скачет. Блядь, сейчас сзади нападут же на бедную Сару. Так, ну что, дом, родной дом. Моё имение, в которое Сара не позвала никого с собой. У неё, видимо, нету друга. Никто не хочет её телебонькать. Придётся жить тут одной. Ну, давай посмотрим на этот особняк, где-то было. Ну, камон. Игра была сохранена. Ой, халупа! Ой, ёб твою мать! Этот барак... Так и этот барак хуй протопишь, дров не напасёшься. Я пошла домой. Нахрен надо так жить. Э, всё? Всё, не выпускают, пиздец. Это как этот, сука, амнезия. Блядь, тут электричества нет, они свечками, что ли? Ооо, темень-то какая. А кто эта стрёмная баба? Кошмар. Таким лучше... Лучше не фотографироваться. Эх, блядь, игра весёлая аж, блядь, зевнул так, чё жопа не треснуло. Так, тут какая-то колокольня из Assassin's Creed, оттуда прыжки вверх и совершались. Чё-то мне эта игра напоминает какую-то игрульку, где надо было ночь в особняке продержаться, по-моему. Тоже редкий кал, на мой взгляд. А ещё это здание напоминает мне полицейский участок из Resident Evil 1. О, из Resident Evil 2. Есть много вещей, которые узнал в моих путешествиях. Например, никогда нельзя доверять другим евреям. Науки не объяснили, даже по сей день. Сечка, это появляется только при свете пламени? Мне надо факел найти. Дверь закрыта, нужен ключ. Так, навек на мой покойный дядюшка там и хранил свои деньги. Старый негодяй должен был где-то их прятать. Блядь, старые фотки такие стрёмные. Там, наверное, на ретро-журналы хер подрочишь. Настолько стрёмные фотки. О, Дюрасел. Блядь, чё ты не дочитала записку? Дура, ёбаная. О, какая бабка стрёмная, пиздец. Я вот смотрю, и такое ощущение, что она сейчас на меня бросится. Блядь, она говорит, что ей нужны батарейки, сначала нужен фонарь. Ты не можешь сначала взять батарейки, а потом идти искать фонарь? Ещё и свет не работает в этой халупе. Таки налево или на бхава. Ах ты, что это ёбаный было? Вспышка? Меня снимает скрытая камера? Грязное ублюдо к диде Артур. Ну вот это ничего. Такое ощущение, что, кстати, эти фотки настоящие. Эти люди давно померли, и лучше не... Ай, скример-то какой ебач из носу? О! Что это за китайская хуета? Откуда он её припёр в ломбард, ёпта бля? О, батарейки. О, спичка! Используйтесь, чтобы зажечь свечи. Ещё спички. У вас уже есть 10 спичек. Возьми 20 спичек. Ты же еврейка, Сара, блядь. Запасайся. О, работает. Мне не нравятся вот эти простыни. И чё это вспыхивает, блядь? Может, снять можно? Тут чё, света вообще нету? А, вот он. Нет, ничего нельзя сделать. Ну, тогда я херу знает. Там на входе были какие-то странные подсвечники. Может, их надо зажечь? Может, вообще надо всё зажечь? У меня же 10 спичек с собой, в конце концов. Это ж нихуя себе. Аж 10 спичек. Это богатство. Я в амнезии за 10 спичек убил бы, нахуй. Чё-то было. Чё-то звук падающий просто не был только что. О-хо-о-о! Так, это какая-то, блядь, ловушка. Сейчас, наверное, мне лампа по башке упадёт. Или там дыра в полу. Аккуратненько. Цап. Так, ключик. От чего-то. Не знаю, почему упала эта простыня. Что я такого сделал. А, вот, смотрите, вот. Чё? Нихуя, да? Чё, чё? Опа, ничего. Так. А, вот. Блядь, стрёмный какой. Домина. Вот так вот мы осветим путь во мгле. Так, а если погашу? Ничего, да? Хуй некая-то. Так, а где я видел дверь закрытую? Здесь. Блядь, нихуя отражение. Блядь, а чего у меня ключ-то-то? Ёб твою мать. На второй этаж, чтобы пиздавать. Не, рано ещё. А, вот ещё одна закрытая была. О! Интересно, чего у неё дед помер? Не сказано? Странно, что-то банкетка стоит прямо у камина. Ура, мы выиграли записку очередную, блядь. Нихуя, находка. Нах-нах-нах-нах, находка. Я вижу. Ты подсмотришь за мной, старый говнюк? Я не хочу, чтобы ты не было. Я оставил несколько пуздлов, чтобы ты решить. Уважайте пуздлов, чтобы мне, в последнее время, что ты доверен. Достойный наследницей твоего сарая, блядь. О, толстой. Блядь, дядь, ты с прибабахом. Тебе нужна вообще? Тебе вообще этот дом нужен? Может, ну его нахуй, а? Проверяй, блядь, дома, части дома, чего? Так. Я зажег свечки. Может, здесь открылась вот эта хуйня? Да, я бы охуел от таких механизмов, если, блядь, свечку зажег, дверка открылась. Такого даже индейцы майя делать не умели. Так, ну, значит, на второй этаж, а что еще делать? Блядь, эти часы меня бесят. Почему они так громко тикают? Картины везде одинаковые, фотки одни и те же. Медсестричка. Вот у этой просто взгляд настолько упоротый. Хороший медь домик в деревне. А это на дверью лев или обезьяна, блядь, какая-то? Понять не могу. Причем я даже не знаю, мне что искать-то на ключи? Блядь, да ты не пизди. Ахаха. И куда мне идти тогда, блядь, если все закрыто? Ладно, давай свет начнем выключать. Выключать свет и пробовать. Пробовать, блядь, проб... Что за звук такой? 901, смотрите, нихуя себе. И что, 901? Куда мне эти, блядь, цифры все... Позвонить мне, что ли, блядь, на этот номер надо? Алло, что делать в вашей игре? Нахуй, куда идти? Потому что что-то... Блядь, эта игра, походу, только звуками умеет пугать. Какой-то телевизор моднейший. Блядь, ну не пиздеж. 901, 901. Куда мне это в хуйню вписать? Блядь, чё ты закрываешься, тварь? Кто-то тебе разрешал. 901. Сейф, где сейф? А, тут ключ, блядь, лежал. Сука ты, старая. Все понятно, значит, идем налево. 901. Оу, yeah. Книжка. Чё ещё? Оу, щит. Так, подожди, как набирать-то? На клаве, что ли? 901. Фонарь, блядь, он... Хо-хо. Нифига, он мне фонарь оставил. О, ключ, да, точно. Хоть написал, что тут ключ. На какую кнопку мыши он сказал фонарик? На правую? Нет, только на F. Ну чё, нападайте, силы зла, я готов. Соседняя, я так понимаю, здесь. Блядь, загрузка. Видимо, вторая часть игры это отдельная, походу, локация. О, я уже думал, кровь появилась. Да, блядь, кровь туда. Чё за звук такой, как будто кто-то, блядь, гандон какой-то резиновый без смазки натянул. Серьёзно, чё-то как будто что-то... Чё это было? За мной... Блядь, то, что двери по-еблански закрываются, это уже не скример ни хера. Блядь, классный хоррор, можно свет включать где хочешь, вообще классно. Подпрыгни, зажги свечечку, зажги свечечку. Там агарки, там нечего зажигать. Чё? Грааль! Я нашёл Грааль! О, фонарь. Батарейки. Нажмите на R. Перезарядка батареек. Плевательница. Чё ещё можно? О, ключ. Балдеть. Чё, всё? Фонарик что-то быстро садится, как будто он такой не вебически яркий, что батарейки просто сжирает. Опа. Пардон, мамзель, как эти? По-моему, я в сортир зашёл, блядь. А тут ключ нужен. Мне придётся, придётся срущую побеспокоить. Нет, ты зажги, зажги. Не надо, блядь, ничего выключать здесь. Тут светильничка нету поджечь. Нету. Смотрим. Сидит. Это кукла. Она не настоящая. Нельзя с ней ничего, ничего с ней сделать. Всё, фонарь вообще не светит. Перезаряжаем баты. Ооо. Скримами запахло. Но это не скример. Это чучело медведя. Пистолеты какие-то на стенах висят. Записки нигде не лежит. Нет, нигде не лежит. Блядь, дай пройти ты, мудак. Я ебую. Эти лампочки, блядь, на сколько они ватт? Вот, блядь, на 20 сантиметров, сука, светят. Дальше не светят. Тут кнопочка, по-моему, на шкафу. Фонарик тоже говно. Подходишь к шкафу в упор, и, блядь, фонарик просто... Перестает светить. Ооо. Алтарь. Ооо. Такого ковра базарю ни у кого не было. Алтарь какой-то лошади. Кого-то, блядь, натягивают. Как будто кто-то, блядь, бабу резиновую, реально. Шпилит. Забыв. О, Нимбус 2000. Все нормально. Спички, которые, блядь, даже тратить не на что. Вот я, у меня, мне... У меня одной спички не хватает, я беру и... Целый коробок просто забираю. Так, в шкаф можно залезть? Нет. Может, там нарния, хуй, знаю, я бы проверил. Мне нужен ключ. У меня нет ключа, у меня есть чашка, блядь. У меня есть грааль. Сидит, сидит. Сиди, сучка, сиди. Этот ключ подошел сразу к двум дверям. О, заебенчик. Картинка. Какая-то, блядь, как будто комнату сфоткали. Не эту комнату, а какую. А, где тарелка справа была. Так я там чашку взял. И чего? Вот же она, по-моему, да? Да, вот она. А-а-а! Охуенная загадка вообще. Загадка века. Так. Чашки там вообще быть не должно. Кувшин, миска, графинчик, коробка. А куда ж тогда чашку-то эту ебаную деть? Кувшин я узнал. Кувшин, допустим, это тот, где лошадь была. Кувшин я узнал. Допустим. Сюда или не сюда? Темно, бля, пиздец. А, во! Я думал, он ту выключит. О, это убираем. Тут коробочка должна стоять вместо этого говна. Где коробку? Или шкатулка какая-то. Что-то, блядь, квадратное какое-то и мелкое. Это квадратное и мелкое, наверное, где-то, блядь, там в ебанической темноте, блядь. Вот это не оно? Нет. Вот оно. Блядь, буржуйку спичкой что не поджечь? У меня фонарик вообще, блядь, уже как, сука, эрекция пенсионера. Ну, реально, ни хера не светит. Не, не, правильно, сюда. Ну, вот. Сука, чё не так-то, бля? Коробка, графин, кастрюля, ваза. Вопросы, чё должны измениться? Ну, всё правильно. А чё не так-то? А, блядь, чашка слева у окна, сука. Я думаю, куда, блядь? Куда я пристрою эту чашку эту? В темноте просто нихуя не видно. Вот чё-то открылось. Чё-то заскребло, блядь, как будто тараканы, блядь. За обоями какие-нибудь пролезли. Но здесь бы я заметил, если бы чё-то открылось. Наверное, картина в сторону отъехала. Там лежит моя награда. Ну, да. Только не картина, а под картиной. Так, у меня есть спички, которыми нечего зажигать. У меня есть фонарик, в котором нет батареек. Всё заебись у нас. Всё нормально, блядь. Проходим, ёпты. Хоррор. Сейчас кукла, наверное, блядь, подпрыгнет или заржёт. Чё-нибудь такое. Ебанашка, я слежу за тобой, ты поняла? Сразу получишь, блядь. Я тебя спичками сожгу. Просто ничего не вижу. Да, ну и хуй. А игра была сохранена, блядь. И чё? Всё, у меня, блядь, вообще ничё. Вообще фонарь не светит, нихуя. Хуй, я на дверь открыл. Подсвечник хоть один, блядь. Зачем мне спички в этой игре? Ёпт твою мать, я просто не понимаю. Спички в игре, блядь, где? Почему свет погас? О. Вот немножко света. Спички в игре, где, блядь? Поджигать-то даже нечего. Где ты, блядь? Блядь. Батарейки нашёл, нахуеть, наконец-то. Часы, блядь, обои, картины. Стол, блядь. И что дальше? Сарай, тут сводка. Блядь, самая тупая комната вообще делать нехуй. Блядь, дина, сука, кончая. То есть, блядь, единственный скример за всю игру, это когда, блядь, вспыхивает эти ёбаные вспышки. Больше ничего страшного вообще нет. Чё, закрыто, что ли? Опять спички, нахуй. И чё, чё это было-то, блядь? Скримануло, типа, когда я отвернулся. Вообще не ебёт. О, змея. Две даже. Та-да-дам. Какое соло. Нихуя на пианино. Ненавижу пауков. Блядь, а покажи мне, кто их любит. Спайдермена любят все, пауков никто не любит. Рыбки. Дожди, ну и чё? Ну. Какие тайны мне должна рассказать эта свечка? Всё, я везде побывал, блядь. И что дальше? Тут я был, это кухня. Вау, чё-то разбилось, нихуя себе. Нужен ключ. Ну не знаю, блядь, не знаю, чё. Всё, тупик. О. А вот он ключ. Пауки, что ли, блядь, сами стекло разбили. Дверь тут вообще была. Ёбаный карлик. Блядь, какая стрёмная кукла. Пиздоферсом просто. Кто-то свечки мои погасил. Нужен ключ. Да пошла ты нахуй, я не знаю, где ключ. Всё. Надоело просто, блядь. Это какой-то нахуй хоррор, блядь. Где ты ходишь по дому, блядь. Задперёд, задперёд, блядь. Чего нахуй? Зачем, блядь? Где ключ, пидорас? Только что, блядь, нашёл ключ. Он завёл меня, блядь, в комнату, где сидит сраная кукла, блядь. И всё, больше ничего здесь нет. Где мне другой ключ-то найти? Надоело. Если здесь, блядь, вся игра заключается в том, что ты ходишь в темноте, где ничего не происходит, и ищешь ключи, то это, блядь, дерьмо какое-то, нахуй. И чё, блядь? Ну и чё, нахуй? Кунгурцы, помидорки, блядь, чистишь срез. Короче, хуй знает. Нет. Туфло. Гритко сныф. Вот есть хорроры, блядь, хорошие. Чё это был за звук? Ну, заметили, часы перестаёт тикать? Я думал, что это что-то значит, но это просто баг игры. Вот есть, блядь, интересные хорроры, как Layers of Fear, в которые интересно играть, а есть вот такая вот хуйня, которая, блядь, вообще никому, мне кажется, не интересна и не нужна. Короче, на этом всё, я ебал искать ещё один ключ, я всё везде прошёл, идти ещё раз всё обыскивать под страшные звуки, под какие-то, блядь, где единственный скример это вспышки, полная жопа. Так что, короче, чё-нибудь жмите, чё-нибудь пишите, я, блядь, ещё и лагается всё это говно. Я не знаю, может, кто-то и прошёл эту хуйню до конца, но я просто не понимаю, зачем. Я вот лучше, блядь, Layers of Fear да пройду, блядь, за это время, чем буду тратить на всякую такую херню. Так что извините, Дашенька, извините, кто там, блядь, хотел какой-то, блядь, интриги. Я тоже думал, игра годная, но в очередной раз инди-разработчики нарисовали, блядь, скриншоты красивые, а игра, блядь, говно-говном умеют. Но намострячились скриншоты рисовать, красавцы. Всё, короче, чё-нибудь, чё-нибудь жмите, чё-нибудь пишите, все дела.